Сценарий апокалипсиса. В США рассекречены архивные документы о планах Вашингтона на случай войны с Советским Союзом. Территория страны должна была подвергнуться массированным атомным бомбардировкам. По своей мощности они в тысячи раз превышали бы атаку на Хиросиму. Причем среди основных целей прямо указывалось население. Подробности у Анатолия Лазарева. Более полувека эти страницы с грифом «совершенно секретны» были одной из самых охраняемых гостайн США. Документ называется «Исследование необходимых условий для атомного оружия на 1959 год». В нем американские военные прописывают, на какие объекты они должны сбросить ядерные бомбы, если начнется война с СССР. В общей сложности 800 страниц. Пентагон наметил себе цели не только в Советском Союзе, но и в Восточной Европе и Китае. Например, в Москве ядерными взрывами американцы планировали уничтожить 179 объектов. В Ленинграде — 145. Цели в списке зашифрованы. У каждой есть лишь код, с помощью которого можно вычислить ее географические координаты. Точные названия и адреса объектов содержатся в так называемой «Энциклопедии бомбардировок». Но ее Национальный архив США не рассекретил. Подобный документ обнародуется впервые. Американские журналисты, изучив перечень, ужаснулись. Категория целей номер 275 для ядерной атаки вызывает леденящий ужас. Она называется просто «Население». При ядерной атаке потери среди мирного населения неизбежны. Но в документе речь идет о его целенаправленном уничтожении, подчеркивают эксперты. Приоритетные цели в списке силы ВВС, потом промышленная инфраструктура, затем мирное население. В этом и есть суть стратегии сдерживания, причем не только в годы Холодной войны, но и сейчас. Это угроза уничтожения крупных городов противника. В этом контексте важна гибель людей. Стратегию сдерживания и морального подавления противника с помощью ядерного оружия американцы уже опробовали в Хиросиме и Нагасаки. И доработали. В Хиросиме и Нагасаки ядерные взрывы произошли на высоте примерно 500 метров над землей. Часть радиоактивного загрязнения ушла вверх. Рассекреченный сейчас план предусматривает намного более мощные взрывы непосредственно на земле. А в этом случае радиация могла бы накрыть еще и огромную часть Европы. Какие цели значатся в современных американских списках, неизвестно. Должно пройти еще полвека. Но настрой американских политиков не считаться с потерями мирного населения изменился не сильно. Например, вот как сенатор и республиканец Тед Круз, баллотирующийся на пост президента США, предлагает бороться с боевиками в Сирии и Ираке. Мы будем утюжить их ковровыми бомбардировками до тех пор, пока не добьемся их забвения. Я не знаю, светится ли песок в темноте. Вот и узнаем. Ковровые бомбардировки станут еще эффективнее, когда на вооружение поступит новая ядерная авиабомба Б-61-12, испытания которой, без боезаряда, прошли недавно на полигоне в Невазе. Она одна способна заменить четыре устаревших модели Б-61. Ее особенность в хвостовом оперении, который делает бомбу управляемой и более точной. Раньше бомбу сбрасывали с парашютом. Для этого необходимо было пролететь точно над целью. Теперь самолет сбрасывает заряд с большой высоты издалека, и бомба планирует в сторону цели на протяжении многих километров, подруливая, если необходимо. По словам Ханса Кристенсена, с 2020 года США планируют поставлять Б-61-12 на европейские базы. Управляемые ядерные авиабомбы появятся в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. Все понимают, что нет никакой военной необходимости размещать в Европе ядерное оружие. Потенциал США позволяет решить все вопросы со своей территории. Это не военный вопрос, а политический. Появление Б-61-12 в Европе может нарушить стратегический баланс сил. Москва официально заявила, что готова принять контрмеры для восстановления паритета.